Итак, ребят, всем привет! У нас сегодня новая рубрика, называется она Easy Tuning. Здесь я буду показывать, как легко, своими руками, быстро, просто и недорого модернизировать ваш электросамокат. И не только электросамокат, в общем, все по порядку. Сегодня я покажу вам, как установить дополнительную батарею на электросамокат Xiaomi Essential. И для установки я буду использовать две оригинальные батареи. Так получилось, что в Xiaomi Essential у нас маленькая батареечка, и многие, кто купит этот самокат, они столкнутся с тем, что им нужно увеличить пробег, им не хватает дальности. Я сейчас покажу один из способов, как довольно дешево и просто достичь увеличения дальности. Использовать мы будем две оригинальные батареи. Родную батарею Xiaomi Essential и вторую, это просто оригинальная батарея Xiaomi M365. Нам потребуется отсоединить заводскую батарею Essential, которая у нас две параллели. Вот мы установили оригинальную батарею от M365. Работать она будет абсолютно штатной и по-заводскому, потому что разница между батареей M365 и батареей Essential только в количестве параллелей, в емкости. Так у них абсолютно то же самое все. В общем, я так построил процесс изи тюнинга, что делать это можете вы, имея базовые какие-то начальные навыки. Хотя бы нужно уметь спаять два провода. Ну и разжевывать все не буду. Опять же, если потребуется, пишите в комментариях. Буду записывать более длинные ролики, более подробные. Останавливаться конкретно на сборке, разборке и каких-то там нюансах по гидроизоляции и модернизации самоката я не буду. Это все у меня есть видео, посмотрите, там много чего. Сейчас я покажу, в принципе, как соединить у нас две батарейки. Нам потребуется вот такой переходничок. По сути, это тройник. Он состоит из провода AVG-16 в силиконовой изоляции, автомобильного предохранителя на 15 ампер и трех разъемов XT60. Зачем нам тут нужен предохранитель? Смотрите, прежде чем объединить две батареи, их обязательно зарядить нужно до 100% заряда. Если у них сильно большая будет разница по заряду, и вы их соедините, одна батарейка начнет заряжать другую по максимальным токам, которым она только может. И у вас в лучшем случае у вас просто БМС идет в защиту, либо она перегорит. В худшем случае батарея может даже взорваться. И как раз предохранитель нам нужен для того, чтобы если что-то произойдет в процессе езды, у вас одна батарейка отвалится, она перестанет работать, и самокат будет работать только на одной батарейке, а потом, например, на кочке опять батарейки соединятся, и как раз вот этот процесс произойдет, когда одна батарея начнет усиленно заряжать другую, у нас здесь и есть предохранитель 15 ампер, который перегорит, и у нас не будет последствий для батареи. Мы убрали резинку с провода входа мотора, и сюда мы просунем один из концов нашего удлинителя. Значит, просунули. Теперь у нас есть два выхода. Поцепляем батарейку в одно из гнезд, а общий провод подсоединяем к контроллеру. Все, и укладываем провод. Укладываем провод, чтобы он нам не мешался. В идеале все эти провода нужно закрепить стяжками, чтобы они не болтались. Все, здесь можно закрывать уже крышку. Значит, смотрите, что мы сейчас сделали. Мы закрыли крышку деки, подключили наш тройник и вывели его через резинку. Резинка может штатно поставиться с проводом от мотора колеса и с этим удлинителем. Теперь посмотрите, вот эта сумочка из магазина Декатлон. В нее очень удачно помещается оригинальная батарейка Эссеншела. Есть более удачные варианты, герметичные с Алиэкспресс, вот как сейчас на фотографии. Но можете полазить по Алишке, заказать себе что-то более подходящее. Ну, а я взял, что есть под рукой. Конечно, батареечку можно со всех сторон обшить текстолитом, усилить, подложить всякие пенку, уплотнитель, чтобы она не брякалась. Но я пока что сделаю так. Берем наш удлинитель и подсоединяем к силовому проводу батареи. Все. Также лишний провод мы прячем в сумочку. Смотрите, выглядит теперь это у нас все вот так. Это не сильно удачная сумка, потому что она довольно сильно болтается. На Алиэкспресс можно подобрать более удачный вариант. Но за неимением другого я пока оставлю эту. Это не сильно важно. Но это еще не все. Теперь мы должны зашить кастомную прошивку. И там нужно поставить галочку «Отключить режим зарядки». Что такое режим зарядки? Ставите самокат на зарядку, он переходит в режим зарядки. При этом он никуда не поедет. Если сейчас подключить две батареи вот так вот параллельно, то неминуемо они будут в процессе езды разряжаться немножко по-разному. И самокат иногда будет думать, что он стоит на зарядке. Например, вы остановились на перекрестке, и он пикнул и заряжается. И все. И теперь обязательно нужно выключить, включить, и только потом он поедет. Чтобы такого не было, мы отключаем режим зарядки. И больше он в режим зарядки переходить не будет. Заряжать обе батареи можно как через основной разъем зарядки, при этом тоже будут заряжаться обе батареи, либо каждую батарею можно заряжать отдельно. Смотрите, что сейчас нам дает эта модернизация. Теперь у нас суммарная емкость 12900 мАч. У того же электросамоката Xiaomi Pro у него 12800 мАч. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддержите меня в комментариях, чтобы я понял, что вам эта рубрика интересна. Скорее всего, я создам отдельный чат в Telegram, где будем обсуждать только тюнинг электросамокатов. Поэтому тоже можете подписываться. Ну что, значит, проехал я у нас примерно 11 километров. Мой вес 100 килограмм. Примерно ушло процентов 40 заряда. К слову, на обычном 365 у меня за 11 километров он был бы пустой. Причем бы я 6 километров проехал, и потом бы он просто как овощ катился. Ну, на Прошке 22-26 километров я всегда максимум проезжал. Ну, то же самое примерно будет. То есть это так же, как Прошка. Плюс-минус там несколько километров. Тянет он хорошо. Он сейчас, кстати, на кастомной прошивке. Это еще... Ну, на Прошке я тоже всегда на кастомной прошивке измерял дальность. Кстати, вот покатался на Xiaomi Sension. Ну, классный вообще. Очень классный самокат. Ни лифтов, не гремит ничего. Очень монолитный, комфортный. Мне понравился. Так что, ребят, надеюсь, было вам полезно. Всем удачи, всем пока.